всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 27 июля по 2 августа включительно для знака зодиака козырок уважаемые козыроги напоминаю что гадание имеет общий характер она подойдет и мужчинам и женщинам поэтому я думаю что многие из вас для себя найдут что-то полезное все что требуется от вас это внутреннее спокойствие и внутренняя тишина только в таком состоянии любую информацию вы будете воспринимать правильно но помните о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может расклад всего лишь один вас много если по первым двум картам вы видите что информация с вами не резонирует возможно в этом периоде расклад просто вам не подходит а подходит для другой категории козыроков и также общий расклад не заменит индивидуального в индивидуальном раскладе можно рассмотреть все то что вас волнует общий расклад дает вам тему для размышления показывает вам нужный путь и нужное направление и помните о том что многое зависит еще от нас самих есть то чего мы поменять не можем но на очень многое мы можем повлиять сейчас по традиции вы можете загадать картам вопрос желания думая о своем вопросе устанавливайте временной срок чтобы вы понимали когда ваши желания для вас проиграть карта оставшиеся на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да также напоминала что это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку задявка также и по асценденту это и другое верно что с вами больше резонирует то и ваш колода готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свое желание ставьте на паузу а я продолжаю для вас в произвольном порядке на стол выпали две карты эта карта колесницы и карта королевы пентаклей многих из вас ждут дороги у кого-то это дороги денежного характера для кого-то дороги связаны женщины это могут быть встречи какие-то обсуждения это то в чем проявляются ваши амбиции также карты говорят о чем-то материальном о какой-то скорости в делах в работе для мужчин возможно вас поддерживает женщина а для женщин карта королевы пентаклей показывает вас собственной персоной и она уже заранее говорит о том что вы хозяйка положения и хозяйка своей судьбы в этом периоде много зависит именно от вас они от кого-то а теперь обо всем и поподробнее это была предварительная информация карты никогда не выпадают случайно и так ваша первая карта уважаемые козероги весь ваш расклад перед вами и я приступаю к его чтению все карты вот эти это дополнение к сложным картам которые для вас выпали ваша первая карта показывает вас самих в начале этого периода ваши основные мысли цели и задачи ваше настроение и ваш общий запас энергии карта прекрасная и она говорит о том что в начало этой недели вы входите на позитиве на позитиве вы чему-то радуете что-то у вас получается что-то реализуется для многих из вас эта карта отдыха веселья праздника встречи либо с друзьями либо с родными но в любом случае это какие-то приятные моменты в вашей жизни чем я вас и поздравляю возможно к вам будут поступать какие-то предложения по поводу того чтобы встретиться погулять хорошо провести время и отказываться вам не стоит это то что принесет вам заряд это то что даст вам бодрость если говорить о вашем энергетическом запасе он у вас великолепной своей энергии своим позитивом и жизни радостностью вы можете поделиться еще с другими людьми давайте посмотрим общий фонд событий всей этой неделе что будет входить в вашу жизнь и мы видим карту старшего аркана отшельника эта карта говорит о том что у многих из вас прекрасно развита интуиция ваш внутренний голос ваше подсознание будет с вами разговаривать сама вселенная в этом периоде будет вам давать какие-то подсказки какие-то знаки на которые вам стоит обращать внимание вы сами по себе по этой карте показаны как люди очень глубокие с большим багажом знаний и это тот опыт которым в данном периоде вам нужно воспользоваться но также эта карта говорит о том что многие из вас нуждаются в каком-то совете в помощи мудрого человека друга наставника учителя того кто мог бы вам чем-то помочь также эта карта говорит о том что если у вас есть сомнения в каких-то делах но вы уже что-то начали не бросайте начато на полпути если вы будете идти до конца вас ждет победа и вас ждет успех также эта карта прекрасна для всех тех кто занимается эзотерическими практиками философией прекрасна карта для врачей и для преподавателей любого уровня но для многих из вас эта карта говорит о том что вы на сегодняшний день имеете уже такую базу знаний что вы этими знаниями могли бы делиться с другими и рядышком обратите внимание тоже старший аркан силы эта карта говорит о том что в какой-то сложной жизненной ситуации вы проявляете силу волю мудрость терпения стойкость в делах и вообще вы показаны как человек имеющий стержень неважно кто меня смотрит мужчины или женщины вы боретесь и с обстоятельствами и с самой жизнью вы не сдаетесь вы идете только вперед эта карта также говорит о вашем глубоком внутреннем мире эта карта может предполагать то что из внешнего мира на вас кто-то может оказывать какое-то давление либо на ваши дела либо на ваши эмоции но по этой карте вы можете постоять за себя и вы любого сумеете поставить на место карты хорошие и они говорят о том что вы в чем-то действуйте очень правильно и очень разумно давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар для тех кто в браке для вас выпала карта старшего аркана луны карта тройки чаш и если говорить о наших семейных парах то ваши отношения оставляют желать лучшего по луне это недоверие это подозрительность это ваша эмоциональная неустойчивость и ваши нервы вот в доме то что касается отношений здесь еще накладываются какие-то родовые проблемы может быть связаны с кем-то из ваших родственников о ком-то вы волнуетесь сама по себе эта карта еще может говорить о наличии магии вашей жизни либо вы думаете о магии но для того чтобы в этом убедиться конечно нужно делать персональный индивидуальный расклад эта информация для общего размышления троечка чаш может говорить о том что со стороны вашего партнера есть кто-то третий но вы и сами можете думать о ком-то еще любом случае даже если в ваших парах нет третьих лиц нет измен все равно это какая-то тяжесть лично для вас вот для тех кто меня смотрит очень много волнений которые истощают вас может быть вам предстоят какие-то праздники встречи вы понимаете что это неизбежность но из этого вы также волнуетесь и нервничаете возможно есть те люди с которыми вам просто не хочется встречаться и это тоже откладывает свой след на ваше состояние но в чем-то вы не доверяете своему партнеру или партнерши в негативе эта карта может говорить о каких-то ваших внутренних страхах фобиях и вашей неуверенности вот в чем-то то что касается семьи но в позитиве эти две карты говорят о том что несмотря на то что вы переживаете кто-то вас будет поддерживать у вас есть друзья у вас есть родственники есть и люди которые вас любят и которые придут к вам на помощь когда вам будет тяжело но для кого-то эти карты проигрываются как то что вокруг вашей семьи много сплетен много шума много каких-то разговоров что происходит у наших одиноких козерогов для вас выпла карта шестерки жезлов карта рыцаря жезлов и карта старшего аркана башни многим из вас предстоят какие-то дороги конечно вы проявляете себя очень уверенно вы проявляете лидерские черты характера которые вы и привыкли проявлять по жизни у кого-то это рабочего рода вынужденные командировки для кого-то дороги может быть связанные с отдыхом либо еще чем-то из-за этих дорог у вас может быть очень много нервов какой-то форс-мажор вас может ждать какие-то неожиданные либо препятствия это любого рода проблемы также карты предупреждают вас о том что у тех у кого есть свой личный транспорт приведите его в порядок возможно ваша машина нуждается в тех обследовании в каком-то ремонте у кого-то здесь есть какие-то проблемы с транспортом либо они могут возникнуть в будущем также карты вас предупреждают о том что вы должны если вы являетесь участником дорожного движения и у вас есть свой автомобиль соблюдать правила дорожного движения не превышайте скорость почему потому что карта башни в негативе может говорить о разрушениях то есть карты вас предупреждают а вам делать выводы и карта которая дает нам пояснения здесь мы видим карту пожар жезлов эта карта суеты хлопот у кого-то это возможно то что связано с гос структурами с гос домами в чем-то очень большая скорость и в то же время очень много нервов и вам придется похлопотать старайтесь оставаться на позитиве чтобы вашей жизни не происходило даже если это какие-то неприятные неожиданности у кого-то могут быть какие-то проблемы связанные с детьми тоже обратите внимание на это в особенности у кого дети либо подростки либо маленькие у кого взрослые дети карты могут говорить о том что у ваших детей взрослых уже есть проблемы и они нуждаются в помощи но в позитиве вот эти четыре карты говорят о том что что-то вас в этом периоде и порадует будут и какие-то благие известия скорее всего то чего вы давно ждали вы получаете для кого-то это очень важная информация а для кого-то это что-то то что можно подержать в руках но из-за чего то есть и разочарование кстати вот карта пажа и башни может говорить о том что неприятностью вашей жизни из-за кого-то они случаются не просто так то есть кто-то еще этому может способствовать давайте посмотрим что происходит в центре вашего расклада это как бы сердце вашего расклада и здесь мы видим основные события вашей жизни и основные события связаны с вашей работой карта четверки пентаклей говорит о том что работа у многих есть для тех кто работает вы продолжаете работать все стабильно все уверенно вы занимаетесь скорее всего лидерские позиции от вас что-то зависит в делах на вас равняются многие но вы устаете от какого-то общения и вам хочется больше самостоятельности также эта карта говорит о том что вы может быть что-то за кого-то решаете а кто-то вот пользуется чем-то тем что делаете вы деньги к вам поступают у вас есть желание что-то отложить накопить несмотря на то что деньги поступают вами все равно не хватает вам так кажется что их на что-то не хватает для тех кто в поиске работы работу найти вы можете но скорее всего денег для вас все равно даже на этой работе недостаточно и вы все равно переживаете и о текущих счетах и о текущих расходах эта карта может говорить и о делах касающихся любых проплат любых каких-то мелких бумажек таких как текущие счета по дому либо что-то еще для тех кто имеет что-то свое эта карта говорит о том что вы стараетесь удержать свою империю удержать деньги удержать власть удержать вот ту стабильность которая есть на сегодняшний день но какие-то рабочие предложения к вам конечно поступают работа есть давайте посмотрим на ваши финансы что происходит с ними на финанс выпла карта семерки мечей эта карта говорит о том что с кем-то у вас из-за денег есть конфликт либо в отношении кого-то вы проявляете недоверие доверия почему потому что кто-то может претендовать на ваши деньги на ваш заработок и кто-то может вам чем-то препятствовать то есть карта говорит о том что враги в общем-то у вас есть завистники также есть также эта карта может говорить о том что если вы работаете на кого-то деньги могут не доплачивать вам что-то удерживать то есть самими деньгами могут происходить какие-то интриги но в общем эта карта говорит о том что из-за денег вы нервничаете я также взяла поясняющую карту и смотрите на пояснение выпла карта семерки пентаклей она говорит о том что не стоит волноваться в каких-то делах в особенности финансах проявите терпение продолжайте работать старайтесь не обращать внимание на тех кто пытается вам мешать но при этом умейте поставить не другов на свое место карта материальная и она говорит о том что деньги к вам поступать будут даже для тех кто не работает карты говорят о том что из-за денег вот вашей жизни много сплитинг каких-то разговоров вокруг вас вы втянуты возможно в какую-то неприятную финансовую ситуацию может быть вы по этой карте у кого-то одалживали деньги и у вас не получается быстро отдать либо кто-то одалживал у вас и тоже не спешат отдавать если отдают то какими-то небольшими частями и вам приходится ждать но если вы кому-то отдаете вы делаете то же самое отдаете деньги по чуть-чуть почему потому что пока выше своей головы прыгнуть не можете давайте заглянем что происходит во внешнем мире она внешне мир выпала прекрасная карта 10 пентаклей и она говорит о каких-то хороших выгодных предложениях благодаря которым вы сможете неплохо заработать то есть возможно это какой-то масштабный новый большой проект который вы будете рассматривать для кого-то это просто большой куш денег который вы можете сорвать но для кого-то эта карта поддержки вас вашими близкими кого-то из вашего дома кто-то рядышком с вами и кто-то вас переживает а вы переживаете о ком-то также эта карта может говорить о том что вы думаете о каких-то подарках о приятных моментах жизни о том чтобы с кем-то встретиться из близких и сделать кому-то что-то приятное но эта карта также положительных эмоций и она говорит о том что что-то вас будет радовать сто процентов деньги у вас будут в этом периоде почему потому что для вас выпало три подряд материальных картов четверка пентаклей семерка пентаклей и 10 пентаклей обратите внимание цифры идут по нарастающей ваши доходы растут и увеличиваются давайте заглянем на неожиданности этой неделе какими они могут быть для вас обратите внимание на то что первой карты выпала карта колесницы которая выпадала при тасовке карт и эта карта говорила о какой-то скорости в делах о дорогах о ваших амбициях карта прекрасно и для мужчин и для женщин и карта солнышко сама по себе говорит о ваших амбициях она говорит о том что вы не должны ничего бояться ничего то нового не того что происходит в настоящем просто живите и боритесь и все будет хорошо карта девятки мечей в негативе конечно говорит о том что есть какие-то проблемы для кого-то эта проблема связаны с родом с домом семьей и для наших семейных уже выпадала карта и луны для одиноких это карта башни то есть конечно эта карта может говорить о трудностях о каких-то страхах но рядом с негативной карты две положительные и эти карты говорят о том что все у вас будет налаживаться но только благодаря вашим собственным действиям изначально вы начинаете действовать и кто-то подключается к вам кто-то приходит к вам на помощь в любой ситуации вот какой бы вы не находились эта карта солнышко эта карта долгоиграющих и важных для вас проектов эта карта удачи надежды радости и эта радость непременно будет вашей жизни для тех кто развивается и в делах и в творчестве эта карта показывает зеленый свет и говорит о том что вы неустанно должны идти к своим целям и еще одна дополнительная карта сюда же четверочка чаш четверка чаш говорит о том что все не так уж плохо у вас есть какая-то относительная стабильность к вам поступают какие-то предложения но вам они может быть не кажутся очень интересными поэтому вы раздумываете для кого-то может быть это что-то то что связано с работой для кого-то то что связано с личной жизнью ну вот по этой карте вот вы больше как хотите либо уединиться о чем-то подумать посидеть не спешите с принятием решений и об этом говорила карта отшельника желание покоя желание тишины желание того чтобы на хотя бы на время абстрагироваться от других людей и от проблем на завершение этой недели для вас выпала карта старшего аркана шута для многих из вас это прекрасные новости это какие-то новые дороги новые встречи новые знакомства для кого-то это соцсети знакомства через соцсети для многих эта карта образования новых впечатлений но это какие-то совершенно новые знания или для кого-то это новые проекты, на которые вы ставите большие ставки. В чем-то есть поспешность, в чем-то есть немножечко спонтанность. Вот это в негативе, то, что может мешать. Спонтанность не всегда хорошо, но по этой карте вы готовы в чем-то рискнуть. И давайте все-таки возьмем еще одну дополнительную и посмотрим. Снова карта старшего аркана. Это говорит о том, что завершение этой недели будет для вас чем-то знаменательным, важным. И это важное касается чего-то нового. Из-за нового в вашей жизни может быть двойственность, неопределенность. Вы что-то планируете, но карты говорят о том, что будет что-то развиваться немножечко не так, как вы себе это представляете. Большое влияние женского лица на ваш вопрос. Для кого-то это мать, для кого-то сестра, для кого-то женщина старшая в роду. Если меня смотрят женщины, козероги, эта карта показывает вас, вашу интуитивность. Вы можете делать шаг вперед и два назад. Почему? Потому что из-за чего-то сомневаетесь. Но карты не говорят о том, что что-то в вашей жизни будет плохо. Давайте посмотрим на совет от карт на эту неделю. И обратите внимание на то, что для вас выпла карта борьбы. Пятерка мечей говорит о врагах, о конкурентах, о завистниках, о тех людях, которые вам мешают жить и за вашей спиной делают какие-то гадости по мелочам. Эта карта говорит о том, что вы можете находиться вот среди таких людей двуличных, и вам нужно быть на чеку. Не расслабляться полностью, даже когда дела налаживаются. Если это работа и дела, вы все время должны кого-то проверять. Качество в работе, добросовестность в работе. Если это для вас какая-то важная информация, вы также ее должны тщательно анализировать и проверять для того, чтобы вас не ввели в заблуждение, и чтобы вы после этого не имели каких-то потерь и убытков. Но эта карта также говорит о том, что вам где-то жестко нужно отстаивать свои интересы. Почему? Потому что вас к этому вынуждают, и вам нужно за себя постоять. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Да или нет. Прекрасная карта Королевы Чаш. Это карта любви, счастья. В особенности хороша она для женщин. Она говорит о том, что вы все задуманное получите. Для мужчин тоже вы получаете задуманное, но с помощью женщины, скорее всего, которая к вам привязана, либо которая к вам очень хорошо относится. Прекрасная карта для личных отношений, для любви. Здесь тоже все будет замечательно. И также прекрасная карта для творческих проектов и для вашего развития, в особенности для женщин. Но мужчинам помогает развиваться женщина. Давайте возьмем еще три дополнительные карты. Информация общего характера и для мужчин и для женщин. Что еще вам нужно знать в этом периоде? Карта звезды, карта ребенка, и карта всадницы, вернее, всадница женщина. Карты тоже замечательные, и они говорят о том, что у кого-то из вас есть дети, не один ребенок. Для кого-то это уже дети и внуки, это хлопоты, связанные с ними. Для кого-то это что-то новое, но важно, какие-то проекты, которым вы будете отдавать большое значение. И тут может быть не один проект, который является новым. Вы показаны по звездам человек как очень умные люди, которые умеют идти к своим целям. Это карта ваших звезд, вашей удачи, и небеса вам в чем-то помогают. Карта всадницы говорит о том, что если смотрят меня женщины, это ваша собственная решительность, это ваши уверенные действия, которые вам будут помогать. Если вы задумали какие-то дороги, не сомневайтесь. Если вы задумали какой-то проект, не сомневайтесь. Если вы запланировали какую-то новую встречу, тоже не сомневайтесь. Для кого-то это новые встречи, свидания под луной и какие-то прекрасные, незабываемые эмоции. Давайте возьмем также карту совета для женщин и карта совета для мужчин. Для женщин выпала персональная женская карта, карта дамы. Для молоденьких женщин эта карта может говорить о том, что что-то в вашей жизни зависит либо от матери, либо от какой-то старшей женщины. Эта женщина готова во всем принимать участие и помогать вам. Но если вы зрелая дама, эта карта, помните, как и в начале при тасовке выпадала карта королевы Пентакли. И эта карта может показывать вас саму и лишний раз говорить вам о том, что все зависит, милые женщины, только от вас самих. Если говорить о мужчинах, то карта якоря говорит о том, что вам нужно что-то удержать, за что-то вам нужно зацепиться, в чем-то поддерживать свою стабильность. Эта карта в большей степени касается дел, работы, коммерции. Также она говорит о том, что в чем-то вам нужно проявлять уверенность. Если вам нужна какая-то помощь, воспользуйтесь старыми связями. Кто-то из старых друзей вам может здесь помочь. Но в принципе и для мужчин, и для женщин даже вот на дополнение выпали замечательные карты и они говорят о том, что в вашей жизни будет стабильность. Уважаемые козероги, таким был для вас расклад на эту неделю. Я думаю, что вам есть о чем подумать, о чем поразмышлять. В завершении этого периода пишите, у кого как этот расклад проигрался. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Я вам всем желаю удачи, процветания, крепкого здоровья вам и вашим семьям. А сегодня всем до свидания.